В особенности зрение Матрёна Иллинишна Она предсказала священнику этого села близкую его кончину, и он являлся к ней после смерти, беседуя с ней о своём новом состоянии. Предсказала она и смерть самого владельца этого имения. Но я хочу рассказать об одном случае её сновидения. В барской усадьбе села Шишмарёва умирала давно уже жившая на покое старушка-экономка Эликанида Маркеловна. Три дня уже она была без языка и лежала с закрытыми глазами. Только редкое дыхание доказывало, что жизнь в ней не совсем ещё угасла. Вдруг приходит племянница Матрёна Иллинишна, прислуживающая ей, и, подойдя к умирающей, поклонилась ей в пояс, а затем проговорила «Тётенька приказала поздравить вас с приходом дорогих гостей, божиих светлых посланников». Умирающая медленно приподняла веки, три дня уже сомкнутые, и к удивлению присутствующих отвечала «Спасибо! Вижу!» Затем она вновь впала в забытьё и вскоре испустила дух. Присутствовавшие при этом сами мне об этом рассказывали. Теперь являются вопросы. Что же это за посланники? Зачем пришли они? Откуда могла бы выдумать их эта крестьянка, не будь она ясновидящей, если бы присутствие миссионеров, дожидавшихся момента перехода души этой в их область, не было наивернейшей, наивеличайшей из истин? Если бы в действительности не существовали посланники, зачем придумала бы их эта богобоязненная, набожная старушка, которая малейшую неправду считала великим проступком перед Всевышним? Откуда эта тождественность откровений, если бы всё было только плодом воображения? Неужели это одни бабьи бредни? Это повторяющиеся эти проблески, по смыслу своему всегда одинаковые. Разве не служат они ярким лучом света среди мрака, в котором мы живём? Вдруг озаряющая мысль тех из нас, чей интеллект способен воспринять, уловить этот свет. Повторяю, я бы очень желала, чтобы господа материалисты на некоторое хотя бы время отложили своё высокомерие, дали себе труд поразмыслить, а затем добросовестно ответить на вопрос, почему во всех концах земли среди самых различных общественных положений, в хрониках почти каждой семьи найдутся воспоминания о явлениях, подобных тем, что я имела возможность наблюдать. Конечно, собирание таких фактов требует немало настойчивости и любви к делу, но ведь оно стоит не меньше внимания и затраты времени, чем какой-нибудь микроб или фибр в организме насекомого, над изучением которых так усидчиво трудятся господа учёные. Ведь речь идёт о продолжении нашего бытия и за пределами земной жизни. А решение этого вопроса в положительном смысле со стороны коррекеев науки совершенно изменило бы воззрение большинства, нравственный уровень которого, вследствие полнейшего неверия в будущую жизнь, вызванного односторонним объяснением законов природы этими самыми учёными, в настоящее время настолько невысок, что иных стремлений у них нет, кроме желания и ублажать свои физические и корыстные побуждения. Разве редко приходится слышать, какая охота, какая необходимость ломать себя и думать о так называемом ближнем? К чему ваше пресловутое самосовершенствование? Зачем я стану ломать себя и заботить о духовной стороне своей, которая рано или поздно должна же погибнуть, так как со смертью всё кончается? Совершенно иначе с удесетерённой энергией зажило бы новое поколение, если бы впереди оно увидело разумную цель для борьбы со своим эгоизмом. Пусть бы отрицатели бессмертия нашего «я», например, господин Битнер, вынуждены признавать явление, но, недолго задумываясь над их глубоким смыслом, бесповоротно решивший, что они все объясняются телепатией и силой электричества, насыщающего организм человека, подумаешь, что до господина Битнера никто до этого не додумался, и что вскоре можно будет совсем откинуть всякое участие духов при этих явлениях. Пусть бы он одним электричеством, одной телепатией, то есть одними этими неразумными силами без участия мыслящих существ, орудующих ими, толково объяснил бы нам, откуда стареца Матрена Иллинишна взяла светлых посланников, и почему она, живя на две версты от барского дома, не за два дня и не за день, а именно почти в момент смерти старой экономки прислала свою племянницу поздравить ее с приходом дорогих гостей. Почему умирающая, несколько дней уже лежавшая, как живой труп, могла открыть глаза и сказать, что она видит их? Господа Битнеры авторитетно утверждают, что со смертью все, все кончается, и полагают, что имеют разумное право одним взмахом пера решать вопрос, в который никогда серьезно не вникали и не давали себе труда заглянуть по ту сторону медали, занимаясь исключительно внешней ее стороной. Нельзя же отвергать факт только потому, что он нам не нравится, а главным образом потому, что мы еще не можем вместить его. Зачем уподоблять себя известному астроному, не хотевшему признавать падение аэролитов, так как с неба падать не может ни камень, ни железо? Глава третья Рассказы о явлениях душ умерших людей, удостоверяющих в бытии загробной жизни. Рассказы о явлениях душ по разлучению их с телом, по священному писанию. Так как продолжение существования души по разлучению ее с телом, ее бессмертия, есть несомненная истина, так как сам Спаситель утвердил ее против не признававших ее саддукеев, то уже по этому одному возвращение отшедших душ и явления их, живущих на земле людям, по допущению или по велению Бога, вполне возможны и не представляют ничего невероятного. У иудеев, современных Спасителю, вера в это возвращение и это явление была всеобщей верою. Иисус Христос предполагал ее уже как несомненно и никогда не говорил ничего такого. Еще бы можно было заключить, что Он не одобрял или осуждал эту веру. Он только учил, что духи, являясь, не имеют ни плоти, ни костей, как имел их Он по Своем воскресении. Духи плоти и костей не имеют, как вы видите во мне. Если святой Фома усомнился в воскресении своего Учителя и в действительности его явления, то усомнился он в этом единственно потому, что знал, что часто явления духов бывают только кажущиеся, мнимые, что часто люди слишком заняты какими-нибудь мыслями, воображают, что видят и слышат то, чего на самом деле не бывает. Если бы Иисус Христос явился своим ученикам не в теле, никакой другой образ явления не мог бы доказать им истинности его воскресения. Дух может являться и тогда, когда его тело находится в земле или уже само превратилось в землю. Апостолы не сомневались в возможности явления духов. Увидевши спасителя, идущего к ним по водам озера Гнисорецкого, они думали сначала, что видят Духа. Ивангельский богач, находясь в адских мучениях, просит Авраама послать на землю Лазаря, чтобы тот предостерег его братьев от опасности подвергнуть этому ужасному состоянию, в каком он сам мучится. Следовательно, он несомненно верил, что души умерших могут возвращаться в мир, являться людям и говорить с ними. Во время преображения Иисуса Христа на Фаворе явились Моисей и Илья, умершие несколько столетий тому назад, и вели разговор со Христом. По воскресенье спасителя восстали многие давно умершие лица и явились многим в Иерусалиме. В Бетхом Завете царь Саул обращается к волшебнице Эндорска и просит ее вызвать дух Самуила. Самуил являлся и говорил с Саулом. Мы предвидим те бесчисленные возражения, которые представят против этого рассказа. Но являлся ли Самуил или нет, действительно ли вызывало его волшебница, или же его явление было только кажущееся, мнимое во всяком случае. Из этого события мы можем заключать, что иудеи верили, что души умерших могут являться людям и открывать им сокровенное будущее. Блаженный Августин писал симплицию в ответ на его рассуждение об этом предмете. Каким образом Самуил мог быть вызван посредством волшебства? Понять это так же трудно, как и то. Каким образом дьявол может говорить? Каким образом он мог искушать святого мужа Иова? Или просить позволения совершить свои козни против апостолов? Или каким образом он мог самого Христа перенесть на кровлю храма Иерусалимского? Должно полагать, что дух Самуила действительно был вызван и объявил Саулу, имевшее с ним случиться, не вследствие силы заклинания или власти дьявола, но единственно по воле и допущению Бога. Августин прибавляет к этому. Можно даже думать, что не Самуил, а только призрак, произведенный обманом и силой демона, являлся Саулу. Если же Священное Писание называет этот призрак именем Самуила, то в этом случае оно следует тому свойству обыкновенного человеческого языка, по которому часто именем действительных предметов называет то, что на самом деле есть только их образ или представление. Если же спросят, каким образом этот призрак мог открыть будущее, возвестить Саулу его близкую смерть, то допозволено будет нам отвечать на это таким вопросом. Каким образом дьявол мог узнать в Иисусе Христе истинного Бога? Или каким образом девушка, о которой рассказывается в деяниях апостольских, узнала в апостолах, посланников Бога? В заключении святой Августин говорит, что он не понимает надлежащим образом предмета, о котором идет речь, и потому отказывается произвести решительные суждения о том, может ли дьявол посредством силы заклинания вызывать души умерших, так чтобы они являлись в телесном образе и способны были говорить и открывать сокровенное будущее. Первый священник Ония спустя несколько лет после своей смерти являлся Иуде Маковейскому, 2 Маковейское, 15-14, в образе мужа с поднятыми вверх руками, молящегося за народ Божий. Вместе с ним явился Иуде, также давно уже умерший пророк Иеремия. Ония при этом сказал Иуде, «Вот святый муж, защитник и покровитель своих братьев, неусыпно ходатайствующий за народ Божий, за святый город Иерусалим». При этих словах Иеремия обратился к Иуде и, вручая ему золотой меч, сказал, «Прими этот меч как дар Божий, им ты сокрушишь врагов моего народа Израиля». Во второй книге Маковейской, 10-29, рассказывается следующее. Во время сражения Иуда Маковея с Тимофеем, начальником войска сирийского, явились вдруг пять мужей. Они были на богато убранных лошадях и стали во главе иудейского войска. Два из этих мужей неотступно сопровождали Иуду Маковея в битве и своим оружием защищали его, а на врагов его метали стрелы и молнии, таким образом ослепляли их и устрашали. Эти пять вооруженных всадников, которые сражались за израильтян, были очевидны. Маттафия, отец Иуда Маковея, и четыре его сына. Все в это время уже умершие, ибо из семи сыновей Маттафии в то время оставались живых только три, Иуда, Иоаннафан и Симон. Можно также принять этих мужей за ангелов, посланных на помощь Иуде Маковею. Достоинства книги и свидетельства целого войска ручаются за подлинность этого явления. Из всего сказанного очевидно, во-первых, то, что иудеи не сомневались в возможности возвращения на землю душ умерших, и верили, что они действительно являются и открывают людям много такого, что превышает обыкновенное человеческое разумение. Во-вторых, то, что возможность и действительность этих явлений утверждается Священным Писанием. Моисей запрещает вопрошать мертвых. Второзаконие 18.11. Да не обрящится в тебе, во Израиле, вопрошающий мертвых. Души усопших, конечно, являются и могут являться на землю не по своей собственной воле, а только по повелению и допущению Божию. Бог повелевает и допускает им являться только для каких-нибудь особенных, достойных Его целей. Если бы они могли являться по своему собственному произволу, в таком случае их явления были бы, конечно, гораздо чаще, чем как есть на самом деле. В таком случае, конечно, мало нашлось бы между ними таких, которые бы не стали являться на землю по разным личным побуждениям. Из побуждения, например, родственного чувства и желания свидания со своими близкими и прочее. Такое мнение высказывает блаженный Августин, говоря о своей матери, святой Манике, которая его так нежно любила. Евангельский богач непременно бы посетил своих братьев и родственников, если бы известить их о той несчастной, чтобы участи, которая постигла его в загробной жизни. Но Бог по своему милосердию и всемогуществу дозволяет являться душам усопших только очень редко. Поэтому ко всему тому, что говорят и пишут о явлениях усопших, должно относиться с большой осторожностью и осмотрительностью. Явление отшедших душ представляемое церковной историей. Блаженный Августин признает, что часто умершие действительно являлись живым людям, указывали им места, где были зарыты их тела без должного погребения и просили для них такого погребения. При этом он замечает, что часто во храмах, в которых похоронены были умершие, слышен бывает шум, и что часто видали, что мертвые входили в дома, в которых они жили на земле. В ту ночь, когда умер Юлиан, святой Василий имел видение, что святой мученик Меркурий получил от Бога повеление умертвить Юлиана. Вскоре по получению этого повеления святой Меркурий опять явился святому Василию и сказал, Юлиан ранен насмерть. Наутро святой Василий объявил об этом народу. Святой Игнатий, епископ антиохийский, после своей мученической кончины в 107 году, являлся своим ученикам, приветствовал их и оставался с ними долгое время. Когда они начинали усердную молитву, святой Игнатий являлся ему венчанной короной и облитый светом, как воин, вышедший победителем из опасного сражения. По смерти святого Амросия в ночь, когда крещеные были оглашенные, многие из новокрещенных детей видели святого епископа и указывали его своим родителям. Но те не могли видеть его потому, как говорит святой Павлин, ученик этого святителя, написавший его жизнь, что глаза их не были достаточно чисты для этого. Святой Павлин прибавляет, что в день смерти святого Амросия он явился многим святым мужам на Востоке, молился вместе с ними и возлагал на них руки. Когда присно было известие об этом с Востока в Медиалан, оказалось, что день явления святого на Востоке был действительно днем его смерти. Письмо это сохранилось ко времени святого Павлина, который сообщает обо всем этом. Много раз видели святого епископа уже после его смерти на молитве в так называемой Амвросианской церкви, которую он обещал еще при жизни посещать. Во время осады Медиалана святой Амвросий явился одному гражданину и обещал ему на другой день подать помощь осажденным. Один слепец, узнавший посредством видения о прибытии в Медиалан тел святых мучеников Сизиния Александра и увидевший при этом видение епископа Амвросия, выходившего навстречу этим святым телам, обратился к нему с молитвой о возвращении ему зрения. Амвросий отвечал, «Иди в Медиалан, там встретишь моих братьев, они прибудут туда очень скоро и даруют тебе зрение». Слепец отправился в Медиалан, в котором прежде ни разу не был, и прикоснувшись ко гробу святых мучеников, прозрел. Рассказ этот святой павлин записал со слов самого исцеленного. Жития святых наполнены подобными явлениями, и много книг можно было наполнить ими. Иводий, ипископ Упсальский, друг святого Августина был также убежден в действительности явлений умерших и передает некоторые примеры этих явлений. Иводий говорит, «Имеет ли душа по отделению от тела какое-нибудь тончайшее тело, в котором она является и посредством которого может переменять места? Не имеют ли сами ангелы какой-нибудь телесной оболочки? Если они бестелесны, то как можно определить число их? Как мог Самуил явиться Саулу, если бы он не имел никакого тела? Я помню, как проффутурус, приватус и сервици, которых я знал еще в монастыре, явились мне после своей смерти и говорили со мной, и все сказанное ими исполнилось. Являлись ли мне их души, или это был какой-нибудь другой дух, принявший их образ? Иводи полагает, что души усопших несовершенно бестелесны, так как один только Бог есть чистейший дух. Но Августин, к которому Иводи обращался с указанными вопросами, не допускает, чтобы душа и по отделению от тела соединена была с какой-нибудь материальной субстанцией. Впрочем, он сознается, что очень трудно найти объяснение для многого, происходящего в нашей душе, как в бодрственном, так и в сонном состоянии, когда мы видим, слышим, ощущаем и делаем то, что, очевидно, может быть вызвано в нас, только влиянием от действительных предметов. Трудно именно потому, что дух не заключает в себе ничего материального. И как возможно, продолжает он далее, объяснить такие вещи, как явления отшедших душ, когда мы многого из нашей обыкновенной, обыденной жизни не в силах объяснить. Святой Сульпицы Север, однажды находясь вдали от города Тура, погрузился в легкий сон. Во сне явился ему святой Мартин в белой одежде, с сияющим лицом и глазами, и пурпурными волосами. Сульпицы узнал его. Святой Мартин держал в руке книгу, в которой Сульпицы Север описал его жизнь. Сульпицы пал к ногам его, обнял его колени и просил его благословения, которое святой и дал ему. Когда святой Мартин поднялся на воздух, Сульпицы Север увидел, что с ним возносится на небо также и ученик его священник Кларус. В эту минуту Сульпицы пробудился и увидел подле себя мальчика, своего слугу, который объявил ему, что из Тура пришли два монаха и принесли известие, что святой Мартин умер. Церковь свята чтит день открытия мощей святого Стефана, первого христианского мученика. Оно случилось в 415 году таким образом. В Иерусалиме одному священнику по имени Люцию, который обыкновенно спал в церковном притворе, где совершался обряд крещения, для охранения священных сосудов. Во сне явился Гамалиил, учитель апостола Павла до его обращения и сказал ему, что тело его и тело святого Стефана, первого мученика, погребены в Кафар-Гамале в предместе Дилагабиса. Видение повторилось три раза. И Иоанн, патриарх Иерусалимский, бывший в то время на соборе в Ди-Ос-Полисе, отправился к указанному месту, открыл святые мощи и перенес их в Иерусалим, где при этом произошло от них много чудес. Святая девица Паталина, принявшая мученическую смерть в Александрии, являлась после своей смерти очень многим и обратила многих из них ко Христу. В особенности она являлась одному воину именем Василию, защитившему ее от насилия Черни, в то время как она шла на смерть. Однажды явившись, она возложила венец на главу Василия. По ее наставлению он принял крещение и венец мученический. Явление Бога Матери преподобному Сергию. Однажды в глубокую ночь преподобный Сергий совершал свое келейное правило. И перед иконой Богоматери пела Кафис, что он делал по своему обычаю ежедневно. Часто взирал на святую икону и усердно молил Матерь Божия о своей обители. «Пречистая Мать Христа Моего», вызывал святой старец, «Ходатайца, заступница и крепкая помощница рода человеческого, буди и нам недостойным ходатайцей, пресно моли Сына Твоего и Бога нашего, да призрит Он милостиво на святое место сие, посвященное в похвалу и честь Его Святого имени навеки. Тебя, Матерь сладчайшего Моего Христа Иисуса, призываем на помощь рабы Твои, ибо Ты имеешь великое дерзновение у Сына Твоего и Бога. Будь же всем спасительное упокоение и пристанище. Так молился преподобный. Его чистое сердце горело благодатным пламенем, его смиренный ум весь погружен был в молитву, и он как дитя в простоте души беседовал с предчистой матерью всех, возлюбивших чистым сердцем ее божественного сына. Окончив молитву, он сел для отдохновения. Но вдруг его святая душа ощутила приближение небесного явления, и он сказал своему келейному ученику преподобному Михею «Бодрствуй, чадо, мы будем сейчас иметь чудесное посещение». Едва сказал он это, как послышался голос «Все причистое грядет». Тогда старец стал и поспешно вышел в сене. Здесь осиял его свет пачи солнечного, и он узрел преблагословенную деву, сопровождаемую апостолом, Петром первоверхованным и Иоанном девственником богословом. Не в силах будучи вынести этого чудного сияния неизвеченной славы матери света, преподобный Сергий пал ниц. Но благая матерь прикоснулась к нему рукою и ободрила его словами благодати. «Не бойся избрань ничемой», изрекла она. «Я пришла посетить тебя. Услышана молитва твоя об учениках твоих. Не скорби больше и об обители твоей. Отныне она будет иметь изобилие во всем, и не только при жизни твоей, но и по отшествии твоему к Богу. Я неотступно буду от места сего и всегда буду покрывать его». Сказала так и стало невидимо. Вострепетал старец от страха и радости. Несколько минут был как бы в восторженном состоянии, а когда пришел в себя, то увидел, что ученик его Михей лежит на полу, как бы умерший. Великий наставник мог видеть царицу небесную и слышал голос с ее. Ученик же, пораженный ужасом, не в состоянии был видеть все и видел только свет небесный. «Встань, чадо мое», кротко сказал старец. Михей пришел в чувство, поднялся, но тут же упал к ногам преподобного Сергия. «Скажи, отче, Господа ради, говорил он, что это за чудное видение? Душа моя едва не разделилась от тела». Но Сергий сам еще не мог говорить от душевного волнения, только лицо его свело небесной радостью. «Подожди, чадо», сказал он ученику, «и моя душа трепещет от этого видения». Когда наконец старец несколько успокоился, то послал Михея пригласить двоих благоговенных мужей из братья, Исаакия, молчальника, и Симона, эквесиарха. Те поспешили на зов своего старца Игумена, и он рассказал им все, что сейчас было у него в теле. И все вместе совершили они молебное пение Богоматери, а преподобный Сергий всю ночь провел без сна, внимая умом божественному видению, которое было венцом его подвигов еще здесь на земле. Не гаданием, не в сонном видении, а наиву видел он Матерь Божию, как видел и некогда преподобный Афанасий Афонский, замечает Пресемь летописец. По древнему преданию, записанному в Никоновой летописи, это небесное посещение было в пост Рождества Христов в ночь с пятницы на субботу и, как думает, в 1384 году. В благодарное воспоминание сего чудного посещения в обители преподобного Сергия установлено, каждую пятницу с вечера совершать всеночное обдение с Акафистом Богоматери в юго-западном притворе Троицкого собора, на том месте, где по преданию стояла келья преподобного Сергия, и где красуется теперь величественная икона, изображающая это чудное пришествие небесной гости. А каждую субботу после ранней литургии в церкви преподобного Никона в том же притворе совершается молебное пение во славу Богоматери. Причем поется нарочито составленный по образу пасхального канон воспоминания сего посещения попеременно с двумя другими канонами. Святому Иоанну Златоусту на пути его в ссылку в городе Каманах явился епископ Василиск умерший сто лет тому назад и сказал «Мужайся, брат Иоанн, завтра мы будем вместе». Святой Иоанн поверил этому видению, одел на себя чистые одежды, приобщился к святых тайн и действительно, как ему было сказано, почил смертью праведника. Врач Геннадий всегда милостивый к бедным и сраждущим недоумевал и сомневался, как будет жить человек после смерти. Господь, видя его любовь к ближним, вразумил его о продолжении загробной жизни следующим образом. Однажды во сне Геннадий явился незнакомый юноша и велел ему идти за собою. Вошли они в какой-то город. Здесь Геннадий увидел великолепные дома, украшенные золотом, слышал торжественное пение, наполнившее души его невыразимой радостью. «Что это за город и кто это поет?» спросил он у юноши. «Это город Божий», отвечал юнош, «а поют и веселятся в нем жители этого города, святые Божии». После этого Геннадий проснулся, скоро позабыл про свой сон, не придавая ему особого значения. Но вот в другой раз также во сне является ему тот же юноша и спрашивает, «Узнаешь ли ты меня?» «Узнаю», отвечал Геннадий, «а где ты меня видел?» «Я был с тобой в том неизвестном городе, где еще так хорошо пели. Как же ты видел меня и город, и как слышал пение, во сне или наяву?» «Во сне!» «И теперь я сознаю, что вижу тебя и говорю с тобой так же во сне. А где же теперь твое тело?» «В моей комнате!» «И ты сознаешь, что в настоящее время глаза твои закрыты в теле и ничего не видят, что слух твой язык так же не действует?» «Какими же глазами смотришь на меня?» «Как слышишь мой голос?» «Как говоришь?» «И так вразумись, что и по смерти и без телесных отчей ты будешь видеть, и без тела будешь жить до всеобщего воскресения!» «Верь этому!» «И не сомневайся о жизни души по смерти тела!» «Юноша стал невидим, это был ангел Божий!» Жила некогда богатая, знатная и благочестивая вдова, звали ее Клеопатра. В то же время и в том же городе проповедовал Христову веру некто Уарш, и после жестоких мучений был предан смерти. Тело мученика по приказанию его мучитель было выброшено за город на добычу хищных зверей и птиц. Благочестивая Клеопатра тайно взяла святые останки в свой дом и вскоре построила на свои деньги церковь во имя мученика Уара. Во время первой литургии, в день освящения нового храма, Клеопатра на коленях перед мощами святого Уара усердно молилась, прося святого мученика Христова и спросить у Бога для нее и ее единственного сына такую милость, которая послужила бы им обоим на пользу. После освящения храма Клеопатра сделала угощение духовенству и народу, созвала нищих и странников, и сама вместе с сыном, только что определенным царскую службу, усердно служила гостям. Сделав доброе дело, Клеопатра радовалась и утешалась им. Но на земле нет прочной радости. Во время пира сын ее заболел и слег в постель. С ним сделалась сильнейшая горячка, и в ту же ночь он умер. Где искать помощи и утешения матери в таком неожиданном, таком внезапном горе? И вот она идет в новый храм Божий, в церковь святого Уара. И, упав на колени перед его мощами, в слезах изливает всю свою душу и жалобно говорит, «Так ли ты, угодник Божий, воздал мне за мои труды и попеченья тебе? Такой ли милости я ждала от тебя? Отнял у меня сына, мою единственную надежду? Кто теперь меня прокормит в старости? Кто положит в гроб мои кости? Лучше бы уж не самой умереть, чем лишиться такого молодого и прекрасного сына.